На ковер к главе города в администрации состоялась встреча Владимира Шарыпова с застройщиками. За круглым столом собрались те, кто выполнить обязательств перед дольщиками пока не может. И те, кто готов им помочь. В областном центре несколько недостроев. Есть уже просроченные дома, есть потенциально проблемные. Как разрешить возможные и реальные сложности, собравшиеся решали в процессе беседы. Механизмов санации несколько. Областной закон предусматривает выделение той организации, которая берет на себя дострой, компенсацию расходов путем выделения в аренду земельных участков, которые могут находиться в собственности муниципалитета или региона. Участки уже подобраны, и власти предлагают их тем, кто хочет участвовать в реализации областного закона. На проспекте Шереметьевском, Шереметьевская миля, мы видели то, что может быть применен и другой механизм санации, когда два хозяйствующих субъекта договариваются между собой, и от администрации требуются лишь управленческие решения по переходу прав от одного застройщика к другому, и, соответственно, может быть некоторый объем, связанный с инфраструктурой подведения к данному участку дорог, тепловых, водяных сетей, иных инженерных коммуникаций. У проблемных застройщиков, отметил Максим Громов, два варианта. Хороший – взять на себя все обязательства по дострою, и плохой – с объявлением предприятия банкротом, поиском нового инвестора и пристальным вниманием ко всему процессу правоохранителей. Им придется найти пути решения, либо самостоятельно, либо с нашим участием. Но в любом случае у нас сегодня есть уже закон 20 ОЗ, который позволяет нам предоставить земельные участки тем инвесторам, которые готовы взяться за достройку проблемных объектов. Этот механизм достаточно успешно работает во многих регионах, и мы его у себя будем также реализовывать. Все четыре собравшихся на встрече проблемных застройщика пришли к договоренности с властями. Для потенциальных инвесторов, которые могут заинтересоваться незавершенными стройками, мэрия выделила три участка – по улице 1-я и 2-я энергетическая, и по улице 6-я меланжевая. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.